К слову, имидж страны призван поддерживать и малый курултай казахской диаспоры, проводимый регулярно за границей при поддержке казахстанских властей. В этом году он прошел в Вене. Этническим казахам, проживающим за рубежом, в минувшие выходные тоже рассказывали о значении политики Нурсултана Назарбаева. В частности, презентовали его последнее послание народу Казахстана. Продолжаем. Чрезменное внимание чиновников к одной теме может порой означать игнорирование другой. Так, во вторник в Алматы эксперты обсудили межнациональную политику казахстанских властей. О том, кто расшатывает лодку, материал Зарины Ахматовой. Ресурсный национализм как фактор этнополитики обсуждали во вторник в Алматы. По мнению экспертов, про национальность соседов вспоминают, не сумев занять прочного места в обществе. Дело не в том, что кто-то той национальности, той этой веры. Дело не в этом. Вот именно социально-экономическая проблематика, она берет вверх. Накануне в селе Таскарасу Уйгурского района Алматинской области местные казахи актуализировали проблему. Они намекнули, соседи, а в большинстве о своем это представители уйгурской диаспоры, не всегда политкорректны по отношению казахской государственности. Заявления сельчан полны мрачных предсказаний. Глава союза мусульман Мурат Телебеков с такой постановкой вопроса в корне не согласен. Межнациональную политику властей называет неэффективной и приводит примеры. Трезмерно грубой была политика властей в отношении уйгурских диаспор. По моим сведениям, по сведениям, которые поступили в Союз мусульман Казахстана, после известных событий в Синьцзянь уйгурском автономном округе, там были большие волнения. В Казахстане, в Алмаке в частности, во многих мечетях, которые патронировались уйгурскими общинами, заменили имамов уйгуров на этнических казахов. Этнополитика в Казахстане, считают эксперты, так и не избавилась от привкуса советской пропаганды. Массовые гуляния с участием разных национальностей и оптимистичные заявления с высоких трибун. Политологи вывели свое определение. Лаборатория дружбы. Вот только подопытные в этой лаборатории никем не контролируются. Зарина Ахматова, Александр Платонов из Алматы, Казахстан. Публично пристыдили. Алматинские коллекторы обнародовали список задолженности казахстанских фирм. По мнению организаторов, это единственный действенный метод воздействия на бизнесменов-неплательщиков. Позорный список попали такие компании, как Глодур, с просрочкой в 10 тысяч долларов одному из отечественных предпринимателей. Российская компания «Саммита Форте», долг которой около 150 тысяч долларов. Коллекторы сегодня не назвали ни имен, ни фамилии тем, кому должны компании, чтобы не привлекать излишнего внимания прессы. В стране отсутствует уголовное наказание за невыплаты задолженностей. Только информационное воздействие, репутационные угрозы и гуманитарно-правовые технологии способны решить долговые проблемы, уверены коллекторы. Мы доводим до сведения либо точечно, до бизнес-сообщества и до конкретных контрагентов наших должников, либо публично, такую информацию, что существует долг, что является сигналом, что данный человек, данная компания, очередители, фактические владельцы и т.д. и т.п. являются недобросовестными людьми, которые не хотят платить долги. Соответственно, это достаточно мощный инструмент давления, и он в определенной части работает. Против жалобы иск в суд. В Павлодаре бывший кандидат в депутаты подал в суд на своих соперников. Он уверяет, жалобы и кляусу противников нанесли ему моральный вред. Выборы прошли, депутаты избраны, но шум не утих. Павлодарский коммунист Геннадий Осипов судится с двумя бывшими оппонентами по предвыборной гонке. Экс-кандидат в депутаты Маслихата требует с каждого по 6,5 тысяч долларов за моральный вред, причиненный якобы во время предвыборной кампании жалобами и кляузами. Никто, никогда уважающий себя кандидат в депутаты, не уничтожал другого кандидата с жалобами, с требованиями выйти из предвыборной гонки, потому что каждый депутат или кандидат в депутаты для того, чтобы там быть, оплачивает 70 тысяч. За время кампании оппоненты написали 5 жалоб на Осипова, требуя снять его кандидатуру с выборов. Но коммунист уверен, соперники вели нечестную игру. К примеру, кандидат Иванов был лишь формальной фигурой. Спустя полгода на суде доверенное лицо кандидата с трудом вспоминает имя своего подопечного. Депутата повладарского Маслихата Армана Алиакпарова Осипов обвиняет в чрезмерной пиар-компании. Вспоминает отрезанную свиную голову на капоте служебной машины. Коммунист уверен, Алиакпаров подложил свинью себе сам для поднятия рейтингов. Депутат Алиакпаров оправдывается, свинная голова к выборам отношения не имеет. Он убежден, это была чья-то хулиганская выходка. К обвинениям Осипова относится скептически. Мол, после боя кулаками не машут. Мой оппонент сегодня остался не у дел, может быть, таким образом хочет привлечь себе внимание. Я считаю, что надо достойно проигрывать, надо достойно держать удар судьбы, раз проиграл. Но у коммуниста Осипова свои аргументы. Он не сел в депутатское кресло только потому, что во время предвыборных гонок вместо работы с электоратом он разбирался с жалобами оппонентов. Евгения Бодрова, Рустам Сырымов из Павлодара, Казахстан. Набирает обороты и другой скандал в Казахстанском институте менеджмента экономики и прогнозирования. В защиту студентов ВУЗа выступило молодежное движение Абырой. Его лидеры Мохаммед Абжан, Азамат Житпизбаев и Жанбута Карашулаков обратились к мажористменам с просьбой инициировать проверку деятельности КИМЭП. КИМЭП готовит судебные иски против президента Ассоциации родителей студентов Байкарима Тутенова и бывшего преподавателя ВУЗа Хэлла Фостера. 17 мая они сообщили о фактах сексуального домогательства преподавателей студентам КИМЭП. Список претензий пополнили и преподававшие в институте, осужденные в США за педофилию, а также отец террористов. Руководство КИМЭП разместило на официальном сайте пресс-релиз, в котором сообщило, что Тутенов и Фостер нанесли ущерб репутации ВУЗа, а значит должны быть наказаны. КИМЭП не будет давать дальнейших комментариев по данному вопросу, поскольку наша первоочередная задача предоставляет нашим студентам образование мирового уровня. Ситуация вокруг КИМЭПа взволновала молодежные движения Абырой. Активисты обратились к депутатам и жилистам парламента с просьбой создать специальную комиссию и проверить учебное заведение. Не получится уже так замолчать ситуацию, как было в Атранском госуниверситете, потому что КИМЭП считается одним из президентских вузов, на которые глава государства обращает внимание. Студенты КИМЭПа, невольные участники скандала, единого мнения по озвученным обвинениям, похоже, не имеют. По поводу сексуального домогательства нет. Такого это может быть как-то там, что против КИМЭП идут, а так вот сколько мы учимся здесь, мы знаем этого преподавателя, что на самом деле это не так. Для такого университета, я считаю, это большой такой минус в этом плане, но ничего других университета я не слышала. С первого курса у нас неоднократно повышается плата за обучение, при этом не объясняется, что да как. Поэтому, мне кажется, в этом самая главная проблема. Байкарим Тутенов в ожидании судебного иска от общения с журналистами воздерживается. Впрочем, иск до суда пока не дошел, хотя с момента возникновения скандала пошла вторая неделя. Руслан Бахтигареев, Такмалдак Усаинов из Алматы, Казахстан.